ребятушки мои привет вот после моего скажем так супер супер всех планах всех отношениях путешествия значит на красном паровозике я немножко тут присела хотя погода идеальнейшая деть куда не хочу да ну у меня тут 22 дня что они не ехала знаете вот я просто дело в том что смотрите меня было очень много всего да у меня заблокировали канал мне пришлось открыть второй канал на том втором канале я работала всю неделю каждый день я выкладывала видео чтобы не значит в перешек не поддаваться на это на этот вот этот но это очень неприятно когда у тебя ты хочешь значит ты работаешь ты хочешь поднять свой канал вот и вдруг тебя значит когда тебя всего 860 человек тебя блокируют у меня было 849 вот не значит тебя отбрасывают на неделю назад и более очень многие кто этот канал смотрит так и не пришли на тот канал хотя там 70 видео знаете я вчера просто смеялась что есть такой один известный блогер итальянец море сам такой вот они понимаете не такие тоже вот они могут такие против системы альтернативщики мол такие но не очень хитрые ребята они все равно хотят только заработать и они хотят заработать на этой теме именно вот и они что они мол у них там все время блокировали мол каналы они значит они сделали платформу да вот и типа что их платформу можно только смотреть за 3 евро да вот и они значит и он на переехал из этого в лондоне персете когда тоже вот все все чисто вот по деловому да все воспринимают вот и ты если вот хочешь его новости послушать причем новость это всегда вот такие актуальны для народа как бы да но бесплатно ты не можешь зайти туда как бы вот то есть он говорит о всех наших любимых там друзьях там теневом правительстве во всем но почему-то при этом чтобы его посмотреть нужно только значит заплатить 3 евро да вот и вот это такой есть хороший такой но вот вот он тогда и такой стоит есть значит я к чему это говорю что не знаю вчера просто увидела что-то что-то потеряла мысль иденти я просто говорю на своем своей работе просто как бы то есть все вот эти блогеры да вот которых я знаю они успешные да но они вообще они вообще не ездят вообще не едет они просто габарит информацию да вот я занимаюсь действительно исследованиями и и плюс я ставлю много видео но не специально чтобы было много видео и меня много посредством снималась воды а потому что я много снимаю потому что когда я иду работать я снимаю много видео я хочу всех поставить сразу вот потом иду на следующий день и так и так получается у меня много видео я знаю что никогда там не принесут но вот такая моя просто все меня учат нужно теги ставить нужно это ставить нужно так ставить не всего не понимая что скажем так в общем то да я я уже блогер нового поколения ребятушки то есть посмотрите еще ни одного ни одного блогера вообще на мировой наверное это нету такого который идет таким путем как я что ставит очень много видео во первых я показываю всем что работать надо снимать если ты много снимаешь что у тебя много видео и не надо их там оставлять там да там это оставлять там потому что потом я не пойду никуда потом я поставлю нет вот меня сейчас я не нет у меня видео ну и что потому что я хочу все прям все все свежее ставить понимаете я вообще не понимаю просто я уверена что я делаю все правильно я делаю честно самое главное дело честно хочу всем показать что как раз я честно и потому что я еду то есть я трачу силы деньги я еду я иду еду во всяком случае я передвигаюсь я выхожу из из квартиры в которой я там буду рассказывать сказки которые она дыбала там каких-то сайтах я там перескажу нет я от своего личного лица свои личные как сказать кадры свои личное видение то есть то что я увидел то что я сняла а потом меня идет до может быть обработка это естественно много чего я и думаю но я считаю что если ты не я все равно это от этого не отойду если ты не снимаешь лайф смысле не то что дожила и ответ не снимаешь живую материал то ты все равно много много не стоишь и тем более твои видео не хочется потом пересмотрю детушки ну каким образом хочется пересматривать видео чека которые там какие-то домыслы говорит а потом они все но не слова не помню не исполняется когда-то я была почему я стала блогером я была раньше супер 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 виртуальным человеком смысле я просто зависала ютюбе до пани в плане всех антисистемных блоге блогеров поэтому когда мне там кого-то советуют я могу вообще даже открыть канал где я буду характеристику на всех просто при не практически она всех блогеров которые занимаются вот такой антисистемной и скажем так но не пропаганда я всяком случае ведут как бы антисистемные каналы вот вот я вчера зашла к марату и меня там быстренько учили не отбриви потому что марат марат почему я я стала вообще была фанатка марата когда-то марат это не ураль чану потому что я его помню нашла по такому принципу что он говорил что ну ладно то что лживая история это понятно он в общем-то и не отходит но он говорил что чека которого который назвать наполеон его не было природе одно время он говорил что наполеон это романов одно и то же да но поначалу я говорю вообще два-три года назад даже два даже три года назад по моему вот его именно целый цикл передач был про то что этого человека вообще не существовало и я помню что я балдела от этого вот я просто вот именно балдела того что он так смело говорит я люблю такое вот да я люблю такой и я долго очень его смотрела была долго его фанатом но к сожалению где-то в январе в декабре примерно 20 года я все даже наверно в октябре она я перестала смотреть потому что он действительно очень нагло именно просил денег каждую программу причем не просто вы должны ему давать а вы должны ему давать душевой потому что иначе плохая энергия это вообще мне просто ну в итоге он улучшил свою слой то есть он такой весь против система в итоге он за все таки все таки не выходя практически из из квартиры он все таки улучшил свои жилищные стоя что я ему рада но по и того что все но человек позиционирует себя сушите немножко положу позиционирует себя борцом против системы вот я вчера немножко пошарилась значит так многие мне говорят что нужно хоть как-то себя за 4 рекламу себе делать я немножко пошарил вчера по просторам интернета вот и некоторые потом приходили на мой канал и где потом писали ваша тема меня не устраивает то есть я заглянула они как они скорее всего увидели меня на берлины экспресс да и они решили что я занимаюсь путешествиями я тут меня просто это а это да если человек из человек не значит сейчас видите как интересно если человек не это слово бы хотелось искать в общем не гутарит со студии да какие-то сказки свои по белого бычка а именно ездит и говорит еще снимает при этом то он значит нет он значит я это которая ездит до которая я не то не вынимали теме то есть даже вы даже нет даже не посмотрели вы скорее всего построили название вы увидели что у меня там много видео сбор она значит она ездит да как бы она не может ничего такого не вот я пока просто не могу решиться на смену название канала потому что мне бы не хотелось чтобы меня потом не нашли мои там итальянские друзья вот хотя я знаю что они будут вроде как так ты даже меняешь канал название то человек должен в общем-то все но попасть на даже если на английском этот наташи карелина например то выйдет мой новый мое новое название просто я боюсь что вдруг они не поймут что это моё извиняюсь за выражение ребятушки вы извиняюсь за 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 то что я глаза этот рук это я в руку вот и значит так получилось что я два дня ничего не снимаю потому что я просто устала 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 вот именно поднимать второй канал и и вот как бы делать вид что у меня все хорошо вот конечно мне далось то что мне закрыли канал очень плохо да мне чем было тяжело по и того что я я и так не могу за что дойти до 1000 потому что я же дура я же не умею работать я же как бы не умею лизать задницы да не умею понравится там как бы вот то из-за этого я даже не могу до 1000 найти да и мне пришлось второй канал и поднимать я считаю что потом конечно мне это всегда даст дивиденды потому что мои видео можно пересматривать почему потому что они могут быть интересны разным людям вот тем более я вам говорю что видите как я только после если человек действительно против системы его сразу блокирует даже если него нет тысячи человек посмотрите у меня заблокировали меня удалили два видео два видео меня удалил youtube когда я говорила о том что ему не нравится так что это люди которых не удаляют не блокируют что-то в них не то не то подумайте об этом если вроде говорят вам такие вещи все время не нравится там значит то люди просто занимаются тем что только только загоняют людей в ужас депрессию страх вас скоро всех перебьют а его нет нас там используют нами играет нами там это там на доме там это вот и у них там значит по 300000 просмотров получается человек склонен именно только к плохим новостям депрессии к убийствам ко всему а стоит ему только показать что-то красивое значит это не надо не интересно понимаете вот ну ладно короче в общем да у меня навалилась усталость на меня но я говорю что потому что я неделю в эту неделю я просто через силу работала при всем то что мне было нехорошо нехорошо не было не было очень грустно мне было обидно вот потому что я еще не дождь не дойдя до 1000 человек я уже перешла дорогу вот в итоге все равно там те кто считают смотрят маратов там то есть меня они считают несерьезным потому что потому что марат вот как раз меня еще обвинили что я переливаю из порожня из пустого порожня что-то на чем это я переливаю из пустого порожню когда я просто каждый день езжу в новое место а как раз люди откройте я просто не смотрю уже ну полгода и они смотрю не только плюс не то мне это не но несет вот так спектаку переливают из пустого порожней все понимаете Alma особенно марат понимаете но провозду понимаете как можно не переливать в итоге из пустого порожня если ты не выходишь из офиса как ты можешь говорить о ситуации вообще в мире если ты сидишь в комнате ну я просто ты все равно у тебя получается ты должен ты тоже ты блогер но ты тоже должен использовать материал который тебе дают и теперь берется верить в это при всем то что ты сам может быть говори что все постановка там могут постановочные вот смотрите сколько вам говорят вам говорила что нет милане никаких демонстраций вам блогеря руда не отъездом это мне сфали фотографии люди мне сфали фотографии в общем там фейсбуке например да вот мелан сегодня да не было этого блин я обмела не живу не было града не было демонстрации не было когда я уговорю от слава богу есть люди которые вот уже мои подписчики которые мне верят когда я говорю ребятушки не было этого там не было какого-то города там например я не знаю например в конце июля был град в парме на 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 автостраде между пармой печенцы а ну это не милан это извините меня 120 километров от милана понимаете вот я к чему это говорю что италия это же не то что то есть где многие там у вас там это но италия наш огромный тоже но смысле уж не такая маленькая страна понимаете понимаете тем более сейчас вот эти вот всякие эффекты например там метео эффекта не они как бы можно бывают локальные локальные то есть например вот тут же грубо говоря колонию может быть ужасный там град а уже через три километра например там я не знаю там от меня три километра уже там метро как бы есть там красная линия там уже может не быть понимаете его там черта именно милану то есть я немножко за чертой милана нахожусь да вот но как бы все равно милан потому что я 3 километра от милана вот 3 километра от уже метро и ко мне метро ходит то есть я как бы скажу так и дальние районы да как бы получаюсь вот но так у меня очень много знакомых во всех районах милана мне ничего не стоит позвонить спросить там но ведь почему-то люди верят блогеру которые основываясь на на каких-то там да даже и говорю что у меня даже есть мои знакомые которые мне не верят а верят блогеру у которого вот например 150 тысяч 200 тысяч подписчик понимаете у меня это просто я конечно все равно буду свое дело делать потому что у меня есть друзья которые ждут мои видео но все равно иногда мне бывает просто ну смешно понимаете смешно вот обидно как бы за то что то есть слушают ну вот сначала вот как бы марат тоже очень долго у него очень долго было очень он не мог долго дойти хотя бы до пяти тысяч я просто была одна из первых кто его слушал вот и ну вот опять же тогда он был до интересен и кстати и кстати вообще абсолютно не просил денег вот но так сказать но потом когда ты понимаешь что понимаете ты же вот твой твоя голова понимает что невозможно быть долго блогером невозможно долго быть вообще что-то если ты все-таки то что мысли у тебя все равно не бесконечно но ты начнешь повторяться как бы если ты не выходишь с офиса ты все равно рано или поздно попадешь красавчик вот я к чему это говорю все равно надо исследовать я занимаюсь исследованием и все равно меня воспринимают как какого-то человека который путешествует и абсолютно не путешь я путешественник но я исследовать так это путешественник он и есть исследователь то есть я не еду вы же видите я делаю однодневные поездки я не еду не показывал как я вот в гостиницу зашла я ни разу еще там вот и бар зашла этом гостиницу зашла этом на пляже я не все время снимаю стены и это же видно тоже видно что я не снимаю какие-то увеселительные там тем более чего веселиться нас нечем усилиться я уже сто раз говорю да солнце у нас красиво это ой там это вообще я просто вообще люблю природу для меня и зима и осень плохая погода все но конечно для съемок классно все-таки хороший свет но нечему у нас веселиться я это повторяю уже 7 месяцев как только это канал начала нечему ничего абсолютно нет такого что почему можно вот так вот радоваться там и снимать вот это вот то что ты там на пляже ну и что завтра нас закроют нас уже идет разговор что он закроет когда вот они уже идет разговор не то что нас закроют они закроют а когда начнутся уже вот опять вот этих зон поэтому естественно я не тот человек который собирается показывать как я там отдыхаю как я там на пляж сходил как это какой пляж какой я уже вообще на пляже я не была изменить меня уже пять лет я уже знала что уже все это вот поэтому я никакой там кто это кто кто хочет там опять же там могут прийти вот эти вот я там просто влезла в обсуждение скажем так полемику с фанатами такими там адептами там то есть теперь у него уже там есть адепты фанаты которые там готовы развивать виртуально тебя да вот чтобы один если они залезут и посмотрят я не я не путешественник просто так путешественник я можешь путешествие по времени да вот но я как раз в отличие от маран то я выхожу из норы как раз выхожу из норы и иду и следует но сейчас у меня я говорю сегодня вот может быть может быть я сейчас зазрею и схожу в монсу сниму вам раскопки там но у меня сейчас после вот этой вот после этой бернины у меня образовалась ужасная усталость просто я два дня не могу себе вообще собрать кучу просто и вообще понимаете что там произошло да как бы что там люди сама я своими глазами увидела что люди там абсолютно по-другому по-другому конечно живут у них все подтверждается как раз о том что я говорю что италию как раз добят ее в итоге загнобят именно по не народа потому что пересекая швейцар и ты видишь совсем 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 другой даже уже садясь поиска этот который уже швейцарский совсем другое вот ну ладно короче ребятушки я здесь я не пропала я не это просто я не поехала в эти дни снимайте то что я там хотела я хотела ехать в трезу показать вам это острый красивый но знаете с таким самочувствием с плохим таким настроем не охота было ехать вот наверное я все-таки съезжу сейчас монсу сниму вам раскопки потому что интересно вот и скорее всего я уже завтра поеду куда-нибудь надо подумать просто просто я не было вообще физическая усталость понимаете физическая усталость ну и того что конечно я не могу грации 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 они к меня нет меня угостил швепсом вот даны ладаны ловите и ник никушенко решил меня вот видите вот вы ищет гостить меня швепсом шнапсом да пятушки просто мне бывает иногда обидно что конечно я хочу моему хорошему другу вот ивану ивану питера такая дело не в тегах поверь мне не в тега и дело не в тегах дело в том что youtube меня не предлагает youtube меня не предлагает потому что у меня просто мало подписчиков вот и все и от этого иногда бывает мне конечно очень очень не грустно и обидно понимаете но но никто не я никакого вообще абсолютно не никого не это естественно все в тебе естественно все в тебе как бы я всегда только себя обвиняю вот поэтому мне немножко тяжело от того что я не чем больше я работаю тем вижу что я что я как бы не не продвигаюсь понимаете поэтому эти два дня я не ездила никуда я там типа думал думала думала вот так что вы не переживайте я вас не подведу естественно я сейчас у меня пройдет это вот это вот моя сказать андрей андрей андрейска завтра я уже буду строю ребятушки но сейчас я наверно все-таки съезжу в монтуб чтобы уж совсем не оставить вас без ничего бизнес без стен без без короче я хочу вам сказать и те кто не знает у меня есть еще второй канал который у меня написано нато вуз италия альтернатива там я всю неделю снимала и там у меня есть кастеллушка подземелье посмотрите там если вы не видите что я тут что-то не снимаю на моем на моем новом самом канале до которыми за разбокировали сейчас я неделю пахала без выходных на другом канале метам 70 видео за неделю 70 видео вот если вы не видите что между то не снято посмотрите потому что мои вообще мои такие так у меня называемые фанаты у меня уже есть они все ничего не теряю все посмотрели а вы кто не смотрел посмотрите у меня еще там у меня просто полно видео просто к тому что я говорю что если вы не видите меня два дня это не значит что у меня что-то случилось просто я немножко устала ребятушки устала я решила два дня вот подумать как как мне как мне перейти на новый уровень понимаете вот но ничего страшного я скоро скоро вы меня увидите тем более мы скоро поим симпионы вот жду когда марку дурацкий привет потому что мне никак на пользу не доехать надо обязательно тогда у нас точно перейдут уже исследование на другой уровень вот поэтому хорошего вам дня пока пока